Львы, приветствую вас! Давайте посмотрим ваш расклад на сентябрь месяца. Что вас ожидает в начале, в середине и в конец месяца? В конце расклада я возьму карта совета. Что вам высшие силы советует? Может быть, остерегаться чему-то нужно? Может, нужно на что-то обращать внимание? И первая карта для вас в начале месяца это карта Королева Жезлов. Королева Жезлов показывает о том, что в начале месяца вы должны относиться даже к самого себя благородному. Даже ценить себя, какими вы есть. Понять себя, любить себя такими, какими есть. Может быть, показывает, что очень-очень долго, и женщины, и мужчины, очень долго вы чему-то, да, что-то кому-то прощали. Здесь показывает по Королеве, что вы стоите на своем троне, но вы должны понимать, что можно один раз прощать человека, а можно второй. Но не каждый раз какие-то прощения дать человеку. Давайте посмотрим следующая карта, да, и посмотрим, что это касается для вас. Семерка кубка. Мужчины и женщины, постарайтесь, да, как не быть в этих фантазиях, иллюзиях или мечтах в начале месяца. Мужчины, может быть то, что в воспоминаниях каких-то женщин и будете какая-то выпивка, но этого не стоит сделать. Женщины, это вы сами, да, показывает, что будете фантазировать, будете о чем-то иллюзировать, да, мечтать то, что только в вашем голове. Оно не будет как бы воплощаться в жизни. Давайте посмотрим следующая карта, следующая карта рыцарь жезла. Даже то, что вы горите изнутри, даже то, что у вас горит все под ногами, вы должны взлететь. Вы должны понимать, что есть в нашей жизни жизненные уроки, да, какие-то кармические уроки, которые нужно отработать, но их нужно. Вы не должны расстраиваться, что есть взлеты, падения, взлеты, падения. Вы достойно должны проходить. Самое главное, для того, чтобы вы прошли достойно, для того, чтобы вы были счастливы, не быть в каких-то фантазиях. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта для вас на середине это король мечей. Король мечей показывает, что это ваша хладнокровность. Это ваше, да, знаете, то состояние, когда вы должны поставить точки над что-то, над какой-то ситуацией. С какими-то людьми, мужчины, может касаться, это какой-то женщины, да, поставить каких-то, или не фантазировать по поводу женщин. Вам нужно быть, относиться более хладнокровно и не переживать, что у вас нету отношения. Женщины, это может быть касаться, что рядом с вами есть такой мужчина, которым вы бы хотели, чтобы человек показывал своих эмоций, как Бог, он вас любит. Но этот человек не может любить. Это человек, который может показать, какой он строгий, какой он хладнокровный по отношению к вам. Здесь все-таки нужно и женщинам, и мужчинам на это как бы обращать внимание. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца. Верховный жрец, вера в себя, поверить в себя, дать себе возможности понимать, что никто с вами не может манипулировать, никто с вами не может сделать так, как они хотят. Вы сами сильные, в отношения вы, не в отношения, но вы должны понимать, что вы уверены в себе, у вас есть ваша вера, у вас есть ваше достоинство. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца. Восьмерка Пентакли. Мужчина, хочу сказать такое для вас. Те, которые употребляют какой-то алкоголь, все-таки постараться от этого и избавляться. Все-таки постараться поработать и дать себе возможность убрать этого из вашего жизни. Потому что из-за того, что у вас идет именно выпивка в жизни, у вас очень много теряйте. Вы всегда находитесь в той состоянии разбитой. Вы всегда находитесь, когда у вас все горит изнутри, каких-то переживаний. Но самое главное, и женщины, и мужчины, вы мастера. Вы люди, которые можете отработать, которые можете работать. Вы самое главное, чтобы не отпускали руки и поверили в себя. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца. Для вас карта башни. Только вы сами можете это разрушать. Вы сами можете что-то убрать из вашей жизни. Это ваши каких-то стереотипы. Это каких-то ваших привычек. Каких-то ваших страхов. Каких-то ваших недоумений, которые вы сами делаете только себе плохо. Мужчины, которые расстались с какой-то женщиной в прошлом. Это ваше переживание, и ваши мысли нужно убрать. Женщина – это ваши страхи. Вы должны понять, что если вы не будете уверены в себе, что если вы не будете доверять себе, что вы не поймёте, что вы сильные, что вы можете что-то решить в вашей жизни, у вас будет только то же падение. Вы всегда будете гореть. Если вы хотите быть счастливым, нужно поработать. Именно сентябрь здесь как-то работа над собой больше показывает. Давайте посмотрим следующую карту. Следующая карта Паш Пентакли показывает. Может, для того, чтобы вы как-то забыли про какую-то ситуацию, или убрали мужчины и женщины, вам требуется какое-то обучение, начинание какое-то новое, вложение чему-то новое в себя, понятие, что через какое-то, знаете, обучение всегда заканчивается, да, ну, отпускается каких-то ситуаций. Здесь просто, знаете, если вы, смотрите, мужчины и женщины, если у вас есть желание купить себе что-то, вложиться в себя именно как-то машина, дом, то здесь показывается, эта мечта пока нужно как бы разрушить. Пока эту ситуацию всё-таки не нужно. Пока ещё нужно поработать, да, именно по финансовой сфере. Давайте возьмём карту совета, и что вам высшие силы советовали для вас, мои дорогие, карта отшельника. Делать какой-то в себе внутри какой-то самоанализ, найти какой-то свой духовный путь. Вложиться в чём-то всегда успейте, но именно в своих знаниях, в себя что-то развивать или обучаться, никогда этого как бы не поздно и даже нужно. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новое видео, подписываемся на YouTube-канале.